всем щербет всем щербет надо только что покушали почти щербет но это тортик правда заелись но ничего тоже сладенькая вкусненькая ой чё ж такое дорогие друзья значит представляю вашему вниманию анбоксинг я не часто снимаю анбоксинги мне само напрягает когда кто-то вот это все открывает на камеру все так это нужно короче в общем один человек который мне послал этот ножик на обзор это александр stalker который недавно выиграл у меня зипа на канале все да все выглядит как подстава типа знаете я ему зипа все зашибись но на самом деле если бы она смотрел и тоже так подумал ребята все честно никаких подстав абсолютно нету человек просто захотел мне прислать говорит хочу вот как ты раньше делал там типа с хард юзом нож ну если ты его даже сломаешь я перетачу поэтому вот такие вот дела я оставлю ссылку на его канал давайте подпишемся и посмотрим человек тоже нажимаем снимает какие-то годные видео я не особо правда успеваю следить за творчеством всех моих знакомых и друзей нос чувак очень интересный адекватный поэтому по ссылочке переходим и подписываемся так ну значит смотрим пенопласт небольшими кубиками спасибо большое за пенопласт значит пенопласт легких шучу так давайте посмотрим внутри внутри у нас я реально не знаю что это внутри у нас вот такой вот монстрический монстр я сначала сделаю анбоксинг потом сделаю склейку и посмотрю почитаю что это такое что это за ножик это вроде как реплика я не люблю реплики не люблю подделки но тем не менее я адекватно сделаю этот обзор первое что бросается в глаза что ножик очень большой что при таких размерах как-то непропорционально тонкий лайнер у него обратите внимание какой клинок да какая пятка клинка и какой лайнер принципе сразу же хочется задать вопрос а для чего такой клинок такой толщины обух нагрузки какие он будет держать ну вот такие вот поперечные ну кстати будет hard use пойду в лес потестирую его здесь темлячок ну посмотрим что это за ножик хотя первое впечатление можно уже составить на ну давайте посмотрим сталь какая здесь я не знаю здесь не ничего не написано ножик в бритвочку мы видим что волосики бреются очень легко очень такая смотрит будет папа что происходит аккуратно солнышко шпите они поранил очень острый не знаю сам ли наточил наш александр или был он такой изначально но клинок очень острый клинок очень острый очень тяжелый вот что-то чувствуется здесь скорее всего подшипник судя по ходу клинка равномерному но я пока не вижу у меня фонарик котя можешь фонарик принести там лежит сейчас посмотрим он дитя побежала за фонариком отлично спасибо тебе большое честно просветим посмотрим кстати на фонарик тоже будет обзор сейчас посмотрим что у нас там за шайбочки стоят реально интересно на нет здесь просто второпласт просто второпласт я думал что подшипник обидно досадно ну ладно 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 вот такое в общем флипует ножик очень легко даже на шайбочках таких второпластовых потому что невероятно тяжелый клинок да то есть это такой флипер ну так вот открывать не очень удобно хотя немножко приноровиться руке лежит хорошо единственное что вот здесь вот если сжать давайте тест тимура такой сжимаем и смотрим где отпечаталась мне вот где-то вот здесь вот вот плохо видно вот видите вот тут отпечаталась здесь все-таки место которое надавливает руку внутри присутствует металлические лайнеры я их не совсем не сразу увидел потому что они немножко углублены давайте немножко вот так вот углублены они в пластик винты здесь вот под такой вот интересный сами в общем не открутите и клипса здесь не переставляется и сами не потяните осевой винт ну ножек никаких люфтов ничего нет довольно таки монолитная конструкция и лайнер сдвигать не очень удобно я бы сказал а еще интересный хват у него это вот здесь есть под пальцевая выемка то есть можно передвинуться немножко вот так вот строгательный хват довольно таки удобно и насечка пластиковые такой вот то спейсер по моему называется никак не могу запомнить это название проставка проще говоря с темлячным отверстием ну вот такой вот интересный ножик нужно сейчас погуглить посмотреть что же это за ножик сейчас или задать вопрос автору никаких просто опознавательных знаков нету ну и будем дальше посмотреть ну что погуглил я посмотрел полистал видосы посмотрел обзоры значит это уже ставший наверное знаменитым нож от компании microtech который называется док сокращенно такая аббревиатура д-о-си что переводится как death or combat или смерть на связи такой вот интересный что как бы собственно намекает на то что этим ножом ну не фрукты надо резать до брутальное название брутальный нож как я уже говорил толстенный обух ребят сейчас очень пасмурно на кухне никакой свет не помогает поэтому если что простите как бы может быть не столь сексуальное качество видео знаете дневном на свет уже господи какие пасмурные дни стоят в общем нож в оригинале это повторюсь реплика нож в оригинале довольно таки дорогой как и все от microtech где-то стоит 350 вроде даже 400 долларов но те которые я смотрел как бы отличается от вот этого конкретно реплики может быть они конечно разные бывают ну во первых у оригинального ножа это композитную композитные материалы хотел сказать то есть различаются материалы здесь у него идет вместо лайнера идет фрейм лог у оригинала причем фрейм лог титановый сама рукоять алюминиевая фрейм лог титановый вот эти шпиньки играют роль стопора играет роль стопора и на оригинальном ноже здесь поскольку рукоять него алюминиевая фрейм лог титановый то здесь идут стальные такие вставки для того чтобы не разбивался клинком алюминий не появлялся потом продольный люфт плюс на оригинальном ноже с керамические стоят шарико подшипники здесь не так и не удалось увидеть что там стоит что ли это просто второпластовые шайбы что более вероятно но может конечно я не увидел может там действительно тоже керамические подшипники флипует он бодро то флипует он бодро из-за крайне тяжелого клинка то есть принципе я понимаю почему оригинальный нож стоит столько денег да рукоять алюминиевая фрейм лог титановый здесь подшипники керамические вставки стальные ну не один материал да используется для для изготовления очень много разных материалов более твердых более мягких и так далее ну вот такие конструктивные отличия собственно я не специалист и именно конкретно в этой модели чтобы точно рассказать что они скопировали правильно что они скопировали неправильно и так далее я просто сейчас вам так сделал некую отсылочку как бы оригиналу до чтобы понять чем оригинал отличается от реплики от подделки и мы будем конкретно юзать вот этот нож этот нож стоит где-то примерно там 800-1000 гривен и здесь конкретно в этом ноже сталька d2 на клинке вот мы ее и будет собственно юзать и испытывать сразу хочу сказать что нож внуш не для бытового использования ребята он очень толстый клинок очень брутальный обычный какой-нибудь опинель будет гораздо лучше в данном случае ну начнем с того что я порежу им просто картон плотный толстый картон который достаточно быстро тупит ножи ножик у нас сейчас как я уже показывал сведен в бритвочку он очень бодренько все режет можно было порезать лучше покажу на руке на волосатой руке брил он очень бодро и так внимание мы видим даже как он снимает вот волосы бредит очень хорошо за . хорошая ну что начнем с картоном погнали сорян мой лака нет пацаны но картон посмотрите какой очень плотный нес вчера как бомж эту упаковку сейчас мы ее будем строгать строгать наверно будем поперёк волокон как правило такое строгание плотного картона довольно быстро купит нож и здесь сталька d2 проверим сейчас сколько у нас строганий сколько у нас строганий ой кто-то пришел как-то шуха ленточек получится конечно всю коробку закрываетесь смотреть на что делаешь вот так чуть-чуть под строгаем здесь сталь стойкая даже много резко выделить что там поди возьми ложку лишь просто режу картон не мешает пока не вижу изменений первоначального реза наверное это зря затеял в составе d2 это не тот тест который выявил хотя я самому не интересно честно призываю самому очень интересно проверим а вы знаете ножичек бреет уже ощутимо хуже давайте сделаем несколько каретов несколько каретов бумажечка пригодится а ребятки посмотрите ножичек подсел не режет бумажку поперек режет в принципе ладно продолжим сколько мы тоже режем три минуты все больше но уже есть вот появилось сопротивление картону не так уже бодро как первые разы это происходит ну что давайте попробуем так фокусируемся ножичек не бреет вот такой вот тест ребятки я говорю картон сажает все очень быстро сколько я сделал резов ну вот резов 20 наверное просто некоторые были маленькие некоторые большие ну чудо не произошло в принципе хотя 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 не знаю кто чего ждет от таких ножей теперь пойдем в лес сейчас есть особый шарм в том что в такую погоду под зонтом самому выйти в лесок походить погулять что-то снять чем-то подумать немножечко может быть сейчас пойду найду какое-нибудь бревно и буду собственно говоря снимать людей почему-то нет странно да такая красота все по норам сидят ну ничего так соорудил я для своей камеры такое импровизированное укрытие и первое что мы сделаем по традиции ну и знаете думаю тест замка делать нет смысла потому что как бы я уже говорил лайнер очень такой себе знаете тоненький вот и смысла тестирования лайнера на схлопывание никакого нет вот такие вот дела первое что мы сделаем это откроем консервочку данным ножом да и съедим наверное потому что ни хрена еще я сегодня не ел смотри так вот подвыльем жижу а какая смокота не знаю слышно нам как дождик шумит но не очень слышно попробуем так по всему клинку пройтись вот начало до конца вот она смерть на связи салфеточку как всегда наверное взять забыл салфетосики где же вы а сука не мэ а а ладно поэтому потом сейчас съедим не на камеру древесина мокренькая поэтому тест на излом сейчас мы проковыряем ямку сначала чтоб там до сухой древесины добраться и вот здесь вот уже сейчас проверим стальку Д2 на выдолбанной ямке ну вот кстати сухое дерево можно щепочки на распалку костра так трескается что кажется что она сейчас отломается ну ломается дерево не кончик ножа блин а дождик усиливается можно даже под спрятаться под зонтик ну пока криминала ну конечно такой толстенный клинок криминала пока никакого не вижу не ребятки здесь все хорошо а первый раз первый раз хлопнул первый раз он сразу и сложился все таки решил я попробовать ну вы видели да просто мне руку мою жалко если он сложится то без пальцев без пальцев останусь странно первый раз сложился потом как бы уже не складывается вот такой вот он дед ор комбат мы сейчас дома рассмотрим его повреждения в принципе хрена там дома ждать давайте посмотрим что у нас с клиночком так с клиночком у нас ровным счетом не хочет фокусироваться камера намокла но с клиночком никаких заминов ребятки нету вот консервинга все хорошо да что ж такое то давай и так вот может что то сфокусируешь о кромочка не вижу я от блески вани каких то этот тест сталька выдержала ну что ребятки вот такой вот ножик буду я сжать свою консерву да наверное валить отсюда пока совсем не промок вы не забывайте втыкать лайки и подписываться на мой канал мне кстати щелкнуло недавно 10 миллионов просмотров на канале с вами был еще разок увидимся до новых встреч